Наука Медицинского центра Сорока в Бершеве. Профессор Миламет, здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Мы сегодня поговорим про перебои с дыханием во сне, возможно остановка дыхания во сне и как это может быть связано с развитием опухоли в головном мозге. Ну, я думаю, что перебои с дыханием во сне или остановка дыхания во сне это просто кошмар, который только можно себе представить и возможно не все даже знают, что с ними это во сне происходит. Вот расскажите, пожалуйста, про симптоматику. Ну, во-первых, это совсем нередкая проблема. Немного недооцененная в нашем израильском обществе. Да, в принципе, и в других странах мира. Да, скажите. В стадии глубокого сна человек делает остановки дыхания. Это может продолжаться от нескольких секунд и иногда до минуты. И в этот момент не происходит дыхание. Как вы знаете, это постоянный физиологический процесс, который обеспечивает доставку кислорода во все органы и ткани. Самое главное – это доставка кислорода в мозг. Отсутствие доставки кислорода в мозг на более чем 4 минуты приводит к гибели мозговой ткани. Не обратились изменения к гибели человека. То, что происходит во время утопления или других каких-то количествах. Это называется асфиксия, да, нехватка кислорода? Это называется гипоксия, но мы говорим об остановке дыхания, которая определяется как по-английски абстрактив слип апне. То есть остановка дыхания во сне. А скажите, ну вот такая была присказка, да, человек шел-шел, забыл, как дышать и умер. Я не знаю, что это был анекдот или такая шутка, которую я помню просто с детских лет. Может ли человек вдруг забыть, как дышать во сне? Он не забывает, как дышать. Это не происходит из-за того, что человек забывает. А какой механизм? Физиологический процесс, который происходит автоматически. Мы никогда не думаем, как мы дышим, да, нужно вдохнуть и нужно выдохнуть. Мы это делаем автоматически. Как только мы родились, нас отделили от мамы после рождения, запущен механизм, человек дышит и так до последнего своего дыхания. Во сне, я сказал предварительно, силу определенных анатомических особенностей носоглотки, ротоглотки. Они могут быть наследственные какие-то особенности в строении или возрастные изменения, нарушения тонуса мышц. Человек во время сна западает язык. Чаще это происходит, когда он лежит на спине. И наступает момент, когда он не вдыхает воздух. Это происходит, когда он спит на спине, а если он спит на боку или на животе? Я не знаю, что он спит на спине. Когда человек спит на боку или на животе, голова повернута обычно в сторону. Меньше шансов, что западает язык и происходит остановка. Меньше шансов. Это может быть как-то связано с проблемами эпилепсии? Нет. Это не связано. Лишний вес. Лишний вес. Еще раз. Лишний вес, да. Короткая шея и все эти факторы, они повышают вероятность. Люди с лишним весом практически сидя спят, потому что они задыхаются во сне, и это известная проблема. Но скажите, а в какой момент они обращаются к вам, к нейрохирургу? К нам, к нейрохирургам, они обращаются, когда развиваются уже какие-то последствия этого процесса. Либо у них развивается синдром такой повышенного внутреннего давления. Но чаще всего мы встречаемся с такими пациентами, когда уже есть находки. То есть обнаруживается уже какая-то опухоль? Какой-то процесс. Либо это опухоль, либо еще раз я вернусь, развивается синдром повышенного внутреннего давления. Либо когда человек приходит к развитием деменции. Это попадает к нейрохирургам для того, чтобы исключить какие-то хирургические заболевания, при которых можно помочь по средствам хирургических вмешаний. Профессор, давайте продолжим. Вы, допустим, приходите, обнаруживаете опухоль. Какого характера эта опухоль имеет ли значение? Не в смысле не имеет, не в смысле значения, а имеет ли значение расположение этой опухоли? То есть может ли быть такое, что опухоль просто давит на какие-то участки головного мозга, и в результате вот происходят эти перебои с дыханием? Это малая часть причин развития слепатной, то есть так называемой центральной слепатной, или центральной остановки дыхания центрального происхождения. Это в процентном соотношении самая малая часть, как причина. А вот то, что остановки дыхания во сне с развитием гипоксии, как результат этой остановки, в конечном итоге может привести к развитию опухоли, это уже установленный факт, доказанный. Есть немалое количество работ, которые показывают, что у людей, которые страдают от остановок дыхания во сне, развиваются различного рода онкологические процессы, в том числе опухоли и лаванов. Это, так скажем, это не безобидная проблема. И я уже говорил, люди часто недооценивают опасность вот этого состояния. Если взять и загибать пальцы и считать, к чему приводит к остановке дыхания во сне, мы можем начать с того, что это приводит к развитию гипертонии. Естественно, сильные головные боли могут быть как результат этого состояния. Далее, диабет, нарушение деятельности сердца, инфасты, инсульты, нарушение ритма, ранняя деменция и развитие разного рода онкологии. А вот скажите, профессор, вы говорите «внутричерепное давление». Мы довольно часто слышим эти слова. А что это реально? Как его реально? Ну вот давление, артериальное давление можно померить простым прибором. А внутричерепное давление как вообще можно определить? Ну, прежде всего, симптоматика, да. Внутричерепное давление, если измерять в цифрах, это инвазивная процедура, когда внедряется в мозг датчик, который исчезает. Ну, есть симптоматика, так называемый синдром псевдотуморцереды, это псевдоопухолевый синдром. То есть повышается внутричерепное давление или повышение внутричерепного давления, которое напоминает такого рода изменения, которые происходят при опухоли, когда опухоль, собственно, не существует. Полные люди, люди с абстракцией вслепатной, они, когда засыпаются, делают остановки дыхания, не только снижают уровень кислорода в крови, но и повышается уровень углекислого газа. Остановки приводят к этому феномену тоже. А повышение уровня углекислого газа в крови, дно приводит к расширению сосудов и увеличению объема крови внутричерепного черепа. Так один из факторов, который в конечном итоге приводит к повышению внутричерепного давления. Это боли, это нарушение зрения. Большое спасибо. К сожалению, наше время подошло к концу. Профессор Исраиль Миламид, заведующий нейрохирургическим отделением медицинского центра «Сорока» в Бершеве. Я благодарю вас за участие в нашей программе. Большое вам спасибо. Всего доброго. Спасибо вам. Спасибо. И, конечно, еще раз большое спасибо службе здоровья Клолит, которая предоставляет нам возможность побеседовать с такими квалифицированными, компетентными специалистами на самые разные темы, связанные со здоровьем. Продолжение следует...